Мэр начал обход с улицы Горького, а сразу же обратил внимание на лестницы и отметил, что спуски необходимо отреставрировать и установить на них пандусы. Причем они должны не только соответствовать всем нормам, но и согласовываться с маломобильными жителями. Председатель городской общественной организации инвалидов-колясочников «Стоик» Олег Стекольников показал мэру, на каких улицах необходимо установить специальные спуски к пешеходным переходам, построить пандусы или заменить их на более удобные. Алексей Капайгородский поручил главе Центрального района Александру Белозерову проработать каждый участок и в ближайшее время предоставить карту объектов безбарьерной среды. Помимо этого, мэр обратил внимание на санитарное состояние дворов по улицам Титова, Невской, Чебрикова и Трунова, а также осмотрел объекты, находящиеся в ведении РЖД и управления дорог Черноморья. Акцент глава сделал на состоянии остановочных павильонов, тротуарные плитки, рекламных щитов и расклейки стихийных объявлений. Все, что касается асфальта, везде, куда приковывается взгляд, особенно места массового скопления людей, все должно быть в лучшем виде. Дороги, автобусные остановки, все должно быть в идеале, все должно быть чистенько, аккуратненько. Работают все. Буду сам часто проезжать и смотреть, исправили или не исправили. Но так как вот этот столб два месяца лежит и никто ничего не сделал, это плохо, оценка всем глобала. Алексей Копогородский отметил, что улицы необходимо привести в порядок майским праздникам. Здесь покрасят скамейки, обновят брусчатку и очистят рекламные щиты. Кроме того, к началу лета отремонтируют лестницу, ведущую от железнодорожного вокзала к микрорайону Завокзальной и отреставрируют пассажирские платформы.